В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Экскурсия в Закулисье. Во Всемирный день театра школьники города узнали все о храме искусства и его преданных служителях. Хочу все знать. В Сарове прошла городская конференция исследовательских и проектных работ учеников начальных классов. Весенний найграш. Воспитанники детской школы искусств стали лауреатами областного конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Получение взятки, злоупотребление полномочиями, подкуп, либо иное незаконное использование должностного положения. Ежегодно в нашей стране материальный ущерб от коррупции составляет 10% от суммы общего ущерба всех преступлений. В администрации прошло заседание комиссии по противодействию коррупции в Сарове, на котором подвели итоги работы с муниципальными служащими по профилактике правонарушений в 2018 году. В прошлом году сотрудниками правопорядка в нашем городе было выявлено несколько коррупционных схем. Полицейские работают в тесном взаимодействии с УФСБ, Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом и территориальным бюджетным надзором. Благодаря информации из этих источников удается своевременно выявлять преступления должностных лиц. Фигурантом одного уголовного дела стал сотрудник ядерного центра. Который был замечен в схеме хищения денежных средств. В настоящее время не мог вынести на обвинительный приговор. Получил несколько лет лишения свободы. В отношении другого госслужащего сотрудники правопорядка собрали материалы по нескольким фактам преступной деятельности во время его работы в одном из подразделений МЧС нашего города. Уголовное дело рассмотрено в суде и ему вынесен обвинительный приговор. Также на заседании комиссии по противодействию коррупции в Сарове представители Департамента финансов рассказали о мерах по предупреждению хищения денежных средств из бюджетов всех уровней. С мая 2017 года между Департаментом финансов и администрацией и прокуратурой города Сарова заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В чем это связано? То есть все материалы контрольных мероприятий, проведенных нами, мы направляем в прокуратуру. Так, в 2018 году при осуществлении внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений было проведено 9 контрольных проверок, результаты которых направлены в прокуратуру. 27 марта – Всемирный день театра. Это профессиональный праздник всех служителей Мельпомены – актеров, режиссеров, художников, постановщиков, всех тех, кто причастен к театральному искусству. Именно в этот день у школьников появилась уникальная возможность заглянуть в святая святых Саровского драматического театра и поближе познакомиться с профессией директора театра. Подробности в следующем репортаже. В студии звукозаписи, цеха и мастерские с директором Саровской драмы старшеклассники побывали в закулисе театра. Также школьники посмотрели, как сейчас выглядит площадка для будущей малой сцены. Директор нашего театра не только отвечает за финансовую и хозяйственную составляющие, но и решает, какие спектакли, какие режиссеры будут ставить. Каждый год театр выпускает 10 постановок. Из них 8 для драматического театра и 2 для театра кукол-кузнечек. Мы стараемся разнообразить репертуары, поэтому в эти 8 драматических спектаклей входит как большая, так и малая форма, как детские, так и взрослые спектакли. Ребята, которые пришли на встречу с директором театра, занимаются в школе лидер Дворца детского творчества. Кто-то из них мечтает связать свою жизнь с театром, а кто-то хочет стать руководителем. Они постараются понять, попытаются понять, в чем специфика руководителя учреждения культуры. Вот это очень важный момент. Руководители в каждой сфере, они отличаются по действиям, по своим задачам, каким-то внутренним установкам. По признанию ребят, эта встреча для них стала ярким и запоминающимся событием, о котором они еще долго будут рассказывать своим друзьям. Очень много разных секретов. Сам директор таит и много выполняет. Это очень интересно познать и потом опыт получить. В завершении встречи Марина Пешина пригласила ребят на торжественный вечер, посвященный 70-летию театра, который пройдет 19 апреля. На проезде Вити Коробкова запретят парковать автомобили по средам с 8 до 12 часов. Решение об установке соответствующих знаков приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Автотранспортнарушителей будут эвакуировать. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева проведет прием граждан. Встреча пройдет 1 апреля в 114 кабинете здания городской администрации. Начало в 16 часов. Предварительная запись по телефону 9-77-57. Лежачих полицейских в Сарове станет больше. Новые искусственные неровности появятся на улице Зернова. Соответствующее постановление на днях подписали в городской администрации. Как следует из документа, элементы принудительного снижения скорости оборудуют в районе перекрестка с улицей Садовой. По одному с каждой стороны от пересечения дорог. В Сарове пройдет 13-я Всероссийская молодежная научно-инновационная школа математика и математическое моделирование. Основной площадкой по традиции станет Саровский физико-технический институт. На следующей неделе в стенах вуза с лекциями выступят ведущие специалисты ядерного центра. Пройдет Олимпиада по численному моделированию взрывных процессов. В завершающий день школы 4 апреля для гостей проведут экскурсионную программу. Честно, максимально откровенно, но соблюдая режим секретности. В рамках проекта «Профтренд» школьники получили уникальную возможность пообщаться с представителями ядерного центра. В течение часа они отвечали на непростые, а порой и провокационные вопросы. Научные сотрудники в НИФ рассказали ребятам о победах и неудачах. О том, что помогает жить насыщенно, а что мешает. О школьных знаниях, которые реально пригодились во взрослой жизни и о многом другом. Во Дворце детского творчества прошла очередная встреча в рамках проекта «Профтренд». В этот раз организаторы немного изменили формат. Не было привычных лекций, заданий и мастер-классов. Вместо этого организаторы предложили ребятам в режиме открытого диалога побеседовать с тремя представителями ядерного центра, которые достигли определенных высот в профессии, стали лидерами в своем коллективе и нашли себя вне работы. Сегодня мы хотим, чтобы ребята задали вопросы, которые их волнуют в данный момент, которые они, может быть, стесняются или боятся задать своим взрослым, которые их окружают. Одним из героев встречи стал Дмитрий Глуходедов. Он работает в ядерном центре 20 лет. Пришел на должность инженера-исследователя. Сейчас руководит отделом в Институте ядерной и радиационной физики. Мужчина рассказал ребятам о своих студенческих годах, жизненных ценностях, увлечениях, достижениях в личной жизни и карьере. Многих молодых людей сегодня отпугивает секретность и невозможность выезда за границу для сотрудников в НИЭФ. Однако Дмитрий считает, что этот недостаток с легкостью перевешивают все плюсы работы в ядерном центре. Какие люди работают там, увлеченные своим делом. Что они и не только своим делом, а просто люди сами по себе интересные, которые увлечены чем-то еще помимо работы. Что, ну, допустим, что во ВНИЭФ, есть не только, во ВНИЭФ и Сарове, есть не только как заняться, что там работой, что можно много чего найти еще. Впервые участие в профтренде принимали ученики 11-й школы. Кто-то из них планирует пойти на работу в УРФЯЦ в НИЭФ. И подобная встреча помогла ребятам понять, как достичь своей цели. Интересно узнать, как люди пришли к НИЭФу, к такой работе, их жизни до того, как они стали работать во ВНИЭФе, и каким образом они достигли такого уровня. Следующая встреча в рамках проекта «Профтренд» пройдет во Дворце детского творчества в пятницу. Ее тема – тайное оружие, социальные сети. 131 работа и 136 авторов. В этом году городская конференция исследовательских и проектных работ учеников начальных классов «Хочу все знать» собрала рекордное количество участников. На 16 секциях школьники защищали свои работы по естественно-научным дисциплинам, общественно-гуманитарным наукам, прикладному искусству и социальному проектированию. Первые шаги в исследовательскую и проектную деятельность ученики начальных классов делают под чутким руководством своих наставников. В роли научных руководителей выступают педагоги и родители. Волнение у взрослых не меньше, чем у ребят. Томительное ожидание, в своей очереди, в коридорах второй гимназии. И вот наступает тот долгожданный момент, к которому готовились не один месяц. У первоклассников это скорее, конечно, носит характер соавторства, помощи, поддержки на начальных этапах работы, потому что они впервые к нам приходят. Здесь помощь родителей, наверное, на мой взгляд, более существенна. Детки постарше воспринимают, я думаю, родителей больше как опору и психологическую поддержку. Кристина Овсянникова преподает химию в 10-й школе. На конференции она выступила в качестве научного руководителя и эксперта в исследовании ученицы третьего класса Кати Макушиной. Девочкой заинтересовалась тематикой, тесно связанной с химией. Она уже познает азы химии. Казалось бы, химия такой тяжелый предмет, но она ее сейчас, вот химию рассматривала, как-то не боясь, да, может сыграла в какой-то точке зрения. Катя решила выяснить, как газировка влияет на организм человека. Опытным путем девочка проверила, сколько сахара содержится в бутылке лимонада и чем этот популярный напиток может оказаться вредным для здоровья. Я люблю газировку и я хотела узнать, ренан или здоровье, или нет. Я посмотрела ролики и сказала, что это очень вредно. А я не поверила и решила узнать, правда это или ложь. Организаторы отмечают, что у юных исследователей возрос интерес к социальному проектированию. Младшие школьники все чаще стали интересоваться темой помощи бездомным животным, организацией акций социальной направленности. Не остается в стороне и православная тематика. В первую очередь это большой опыт публичных выступлений, которые они получают на конференции. Они пробуют свои силы, выступают перед аудиторией, обучаются и отвечают на вопросы, как участников, так и членов жюри. Они продумывают свои выступления, у них складывается более тесный контакт с родителями, с научным руководителем, они учатся навыкам учебного сотрудничества со взрослым, не говоря уже о каких-то исследовательских навыках. По итогам конференции были выбраны победители и призеры в каждой секции. Самые юные участники первоклашки получили именные грамоты и призы зрительских симпатий. В Нижнем Новгороде завершился 14-й открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши-2019». В традиционном конкурсе принимают участие лучшие ученики музыкальных школ региона, поэтому конкуренция была очень серьезной. Наш город на нем представляли воспитанники детской школы искусств, которые показали высокий уровень исполнительского мастерства и стали дипломантами и лауреатами в различных возрастных номинациях. Конкурс «Весенний наигрыш» проводится раз в два года. В нем принимают участие юные музыканты из 30 городов региона. Оценивает конкурс компетентные жюри консерватории имени Глинки и преподаватели музыкальных колледжей Нижегородской области. В этом году на конкурсе в Нижнем Новгороде выступили 8 воспитанников детской школы искусств и привезли домой сразу шесть наград. Были исполнители только на баяне аккордеоне, но разделялись по возрастным категориям. Их было пять. От семи лет детишки до учащихся первых курсов музыкальных училищ. Наши дети участвовали в четырех категориях. От младшей до старшей. Во всех. Кроме училищных. На конкурсе «Весенний наигрыш» Илья Заузолков исполнил две композиции, как «Под горкой под горой» и «Старый романс». В своей возрастной категории мальчик стал лауреатом второй степени. До первого места Илье не хватило всего полбала. Я думаю, что второе место из-за того, что я немножко не очень выразительно сыграл. Моя учительница мне говорила сыграть в этом месте по-другому. Но у меня было волнение, и я сыграл не так, как она говорила. Победителем конкурса «Весенний наигрыш» стал Николай Сезонов. Молодой человек признается, что на конкурс он ехал только за победой. На суджюри Николай представил сразу три сложных произведения композиторов Баха, Семенова и Дербенко, за что получил главный приз конкурса. Ошибки, разумеется, были. Я думаю, все-таки будут у каждого из-за волнения. Ну, много причин есть. А так, в принципе, я считаю, сыграл нормально. Честно говоря, я даже не ожидал. Поэтому как-то находился в шоке слегка, когда узнал об этом. Сегодня Николай готовится к сольному концерту, который пройдет 16 мая в Доме ученых. А летом молодой человек отправится на всероссийский конкурс в Москву. Юные спортсмены отделения бокса «Дюс Шикар» стали победителями и призерами нескольких соревнований в Нижегородской области и Мордовии. За месяц подопечные Вячеслава Дронова защищали честь города и спортивной школы на четырех турнирах. О сложностях этого вида спорта. О воле к победе и дальнейших планах воспитанников секции единоборств расскажем в следующем репортаже. Через «не могу и не хочу», преодолевая боли, закаляя характер. Двухминутное силовое упражнение показывает, у кого из ребят есть бойцовские качества и сила воли, кто из них способен идти к победе и завоевать звание чемпиона. Саша Карасев занимается в секции бокса более трех лет. Он десятки раз поднимался на пьедестал почета, но каждый выход на ринг для него – это борьба со своими страхами. Для меня самое сложное в боксе – справиться с волнением. Настроиться на борьбу помогают установки тренера. Саша всегда внимательно слушает своего наставника и старается строго следовать его рекомендациям. Уверенности в своих силах придают регулярные тренировки в спортзале. Много подготовки, много нагрушек работы, много в парах. Отрабатываем удары, комбинации. Максим Филиппов занимается боксом всего полгода. Тренер отмечает в мальчишке невероятное желание добиться в этом виде спорта успехов и достойно представлять наш город на различных соревнованиях. Сам же юный спортсмен уже вывел для себя формулу беспроигрышного ведения боя. Я считаю, что главное в боксе – нужно держать руки, чтобы не пропустить удар. Каждый из них мечтает стать чемпионом и прославить родной город на весь мир. А пока впереди у воспитанников Вячеслава Дронова новые соревнования и турниры. А значит, нужно усиленно тренироваться, чтобы еще на один шаг приблизиться к своей мечте. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей.